Наша безопасность Здравствуйте, это радио Говорит Саров в студии Юлии Ефремова. Ситуация на дорогах, взаимоотношения между участниками дорожного движения, проблемы, которые волнуют автовладельцев. Эти вопросы мы сегодня обсудим с нашим гостем. В эфире радио Говорит Саров, начальник отдела ГИБДД города Николай Мочилов. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы или они возникнут в течение нашего эфира, вы можете их задать по телефону прямого эфира 3-107-4. Я еще раз напоминаю, что мы в прямом эфире и вопросы вы можете задавать по телефону 3-107-4. Николай Николаевич, как сейчас в городе обстоят дела с профилактикой, нарушение правил дорожного движения, ведется ли какая-то работа с автовладельцами, пешеходами, с детьми? Я отвечу на этот вопрос. Безусловно, профилактике нарушения правил дорожного движения уделяется большое внимание для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня аварийности на обслуживаемой территории. Нашим отделом осуществляется деятельность, направленная как на предупреждение и устранение причин возникновения ДТП, так и на снижение тяжести их последствий. То есть каждый факт ДТП подвергается детальному анализу, устанавливаются причины, вносится предложение по организации дорожного движения. В рамках профилактики проводятся рейдовые мероприятия под условным обозначением пешеходный переход, уикенд, ремень безопасности, бахус, скорость. На наиболее аварийных участках увеличивается плотность нарядов. На разводах инспекторский состав ориентируется на выливание наиболее грубых нарушений правил дорожного движения, которые напрямую влияют на ДТП. Категория участников дорожного движения, наиболее незащищенные и наиболее страдающие в ДТП, я считаю, это пешеходы. К сожалению, вина в совершении дорожного транспорта в происшествии нередко усматривается и в действиях самих пешеходов. Это такие нарушения, как переход проезжей части в неустановленном месте, перед близко идущим транспортом, переход проезжей части на спрещающий сигнал светофора. А правда ли, что в любом случае, даже если пешеходы сбили не на пешеходном переходе, а просто на дороге, все равно будет вноват водитель? Ну, почему? Каждый ДТП рассматривается отдельно. Конечно. Каждый ДТП рассматривается отдельно. Во-первых, определяется тяжесть вреда здоровью полученного, если когда человек пострадал, все зависит. Проводятся полные исследования, имел ли водитель техническую возможность избежать наезда. Но все равно машина является источником повышенной опасности. В какой-то мере водитель всегда будет отвечать. То есть, когда он все-таки садится за руль, то он уже несет ответственность не только за себя. А что касается детей, вот правда ли, что по статистике обычно в каникулы повышается количество ДТП с участием детей, что дети страдают? И если да, то какая работа у нас в городе ведется с детьми? Ну, анализируя истекший год, 2012, могу сказать, что зарегистрировано 8 ДТП, в которых 9 детей получили ранения различной стяжести здоровья. Из 9 только двое получили во время каникул. Но нами во время каникул проводится обязательно операция каникулы безопасности. Внимание, дети! Значит, и в общем, и не только в каникулы, а в общем. Значит, в целях профилактики детского дорожного травматизма сотрудниками ГИБДД в школу год проводится беседа по безопасности дорожного движения. Вот, в этот период каникул, не, во время школьных каникул проводятся профилактические операции, каникулы безопасности, как я уже говорил, внимание, дети, зимние каникулы. Значит, в этот период еще больше внимания уделяется юным пешеходам. Проводятся разъяснительные беседы, стимистически проводятся рейды по надзору с дорожным движением совместно с отрядами юных инспекторов движения. Значит, в школах города организованы уголки безопасности дорожного движения. В местах массового пребывания людей установлены мониторы с рекламой по безопасности дорожного движения. Значит, на улицах города установлены рекламные щиты по данной тематике. И на городских автобусах размещена реклама данного направления. Ну вот, все-таки ведется работа с более младшими детьми, потому что они, как правило, еще не дисциплинированы, не особо организованы, или со старшими тоже, потому что сама являлась свидетелем, что идет достаточно взрослый молодой человек, у него наушники, то есть он не слышит, он не смотрит на дорогу, он идет не на пешеходном переходе. Естественно, как возможность есть, остановился автовладелец. А если вот получается так, что и у автолюбителя нет возможности, и он не слышит даже ни сигналов предупреждающих, ничего. Ну, я понимаю, работа проводится со всеми, а как ее воспринимает, все зависит от индивидуального подхода. Кто-то относится к этому, как сами понимаете, а кто-то игнорирует правила дорожного движения, и зачастую попадают в неприятные ситуации. Это можно привести примеры, когда они управляют зачастую новомодными сейчас скутерами, которые по статистике являются очень в два раза опаснее транспортным средством, которые подвергнут риску больше попасть в дорожное транспортное происшествие. Ну, это вот давайте скутеры чуть позже обсудим. Хотелось бы узнать, пешеходы, к ним какие-то штрафные санкции применяются? Вот вы сказали, что у вас бывают рейды, да? Осторожный пешеход. А, осторожный пешеход, это, наверное, когда не пропускают пешеходов. Это пешеходный переход. Пешеходный переход, да. Здесь основное направление, да, когда водители, то есть выявление водителей, которые не представляют преимущества движения пешеходам на пешеходных переходах. А операция «Внимание пешеход» здесь, да, больше акцентирована внимание на самих пешеходов, которые зачастую нарушают правила дорожного движения. Ну, я могу привести статистику, что за 2012 год выявлено… Сейчас, секундочку. Ну, их вообще, пока мы сейчас цифры ищем, их вообще штрафуют, да? Да, штраф. Я могу, порядка 4 тысяч, по-моему. 4 тысячи, то есть 4 тысячи были оштрафованы, а сколько штраф за пешеход в неположенном, переход в неположенном месте? Ну, 100 рублей, 200. 100-200 рублей. 200 рублей. Возмущаются пешеходы? Ну да, потому что произошли небольшие изменения, там было 100, сейчас 200. Да нет, я думаю, что не возмущаются. Ну, то есть они свою вину признают, да, а в следующий раз все равно, как правило, переходят не там, где надо. Или все-таки улучшения какие-то видно в городе? Не, ну, улучшения какие? Я еще раз говорю, что из 32 ДТП, которые произошли, ну, это такое… В 2012 году 32 было наездно пешеходов, 18 произошли по вине самих пешеходов. Ну, то есть надо быть, конечно, предельно осторожными. То есть, когда сама говорит за себя, что больше половины из ДТП, когда произошел наезд на пешеходов, это по вине самих пешеходов. А, ну, в чем разница, вот по вашему мнению, регулируемый пешеходный переход и нерегулируемый, где все-таки более безопасно переходить дорогу? Конечно, на регулируемом пешеходном переходе безопаснее, потому что светофор у водителя более внимательный, а в городе и стоит и посекундный, все это… Ну, то есть я советовал бы всем переходить лучше на регулируемом пешеходном переходе. То есть если есть возможность дойти до регулируемого? Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в прямом эфире радио «Говорит Царуф» начальник отдела ГИБДД города Николай Мочелов. Если у вас есть вопросы, звоните, задавайте. Телефон прямого эфира 3-107-4. Присоединяйтесь к нашей беседе. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 3-107-4. Николай Николаевич, а вообще по статистике нарушений стало больше или меньше по сравнению с предыдущими годами? Ну да, в 2012 год было выявлено 37 тысяч… Больше 37 тысяч? Больше 37 тысяч, 67 правонарушений в области безопасности дорожного движения. В 2011 году было таких правонарушений 33 тысячи. То есть значительный рост произошел и в выявлении водителей в нетрезвом состоянии, отказывающихся от законного требования сотрудников полиции о прохождении медицинского осмотра, превышение скоростного режима, нарушение правил дорожного движения пешеходами. Но я не говорю, что непосредственно влияет на безопасность дорожного движения. А по вашему мнению, это почему происходит? Из-за того, что машин в городе стало больше гораздо? Или все-таки водители стали менее ответственные? И пешеходы тоже? Ну не знаю. Может быть, мы стали более усиленно работать. Это может быть фактор. А вот по поводу выявления водителей в нетрезвом виде, как вообще эта процедура проходит? Что значит отказ от законного требования пройти медосвидетельствование? То есть сейчас они в трубочку не дуют, водители? В трубочку такого нет понятия. Есть определенный прибор, технические средства, который определяет состояние, то есть определяет алкоголь в крови по выдыхаемому воздуху или просто по выдыхаемому воздуху. Мы используем только такие технические приборы. А зачастую водители отказываются проходить медицинское свидетельство. То есть это уже когда к врачу анализы сдавать? Просто не хочет. Он соглашается с тем и, не зная в силу каких обстоятельств, отказывается. Ну я могу сказать, что штрафные санкции одинаковые, что управление в нетрезвом состоянии, что отказ от законного требования сотрудника полиции. То есть в любом случае наказание... Влечет за собой лишение специального права управления. То есть в любом случае отказался лишение права? И если даже решился на медицинское действие, но доказали, что... Да, и соответственно, если у него есть водительское удостоверение, категория, разрешающая там, чем он управляет, если нет, то, соответственно, там административный арест. А, кстати, вот по поводу отсутствия прав, да, то есть свидетельства на управление автомобилем. То есть если прав человек был лишен, и он ездит без прав, то это уже административное... Управление транспортным средством, будучи лишенным права управления, влечет за собой административный арест до 15 суток. До 15 суток. А если прав не лишили, но забыл дома? Ну, это совершенно другая статья. Это просто безводитель скудосмирения. Не имел он при себе. Там, соответственно, штраф меньше. Просто штраф? Да. Хорошо. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 307-4. Если у вас появились вопросы, звоните, задавайте. Я еще раз напоминаю, что сегодня мы беседуем с начальником отдела ГИБДД города Николаем Мочиловым. Телефон прямого эфира 307-4. У нас в студии вопрос от радиослушателя. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Мы вас слушаем, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по поводу светофоров Силкина, Сибаева, перегрузка. Поставили их уже осенью. Ну, ее не включают, почему и да. Спасибо за звонок. Дорогие друзья, просьба, если вы звоните и хотите задать вопрос, делайте, пожалуйста, ваши радиоприемники чуть потише. Вы нас будете прекрасно слышать, и нам будет тоже лучше слышать ваш вопрос. Николай Николаевич, по поводу светофора Силкина, Сибаева. Так, этот вопрос рассматривался на комиссии по безопасности дорожного движения 22 января на перекрестке улиц Силкин-Чапаева установлен новый светофор, который будет включен в ближайшее время. То есть, в любом случае, в этом году, но даже, может быть, скорее всего, в ближайшее время. Этот вопрос был рассмотрен, и он в ближайшее время будет включен. Хорошо. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Николай Николаевич, ваши сотрудники, они проходят какие-либо курсы повышения квалификации? Потому что, ну, как правило, да, человек, который работает давно, меняются законы, меняются правила, и, наверное, необходимы такие курсы. Вот проходят ли ваши сотрудники? Ну, я что могу сказать? У нас в рамках боевой служебной подготовки еженедельно проходят занятия, где до всего личного состава доводятся все изменения в законодательстве. Также проходят, могу, на 2012 году несколько сотрудникам направлялись в центр подготовки. где проходили переподготовку, управление транспортными средствами, которые оборудованы устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов, после чего получаются соответствующие свидетельства и допускаются до работе. Я могу сказать, что все сотрудники дорожной патрульной службы закреплены, такие транспортные средства прошли переподготовку и все прочее. Николай Николаевич, еще такой вопрос. Наверняка же приходят молодые специалисты. Вот, как правило, вы их учите или они тоже куда-то отправляются, или у вас есть такая вещь, как наставничество, то есть за молодым сотрудником закрепляется уже опытный сотрудник, который помогает в работе? Ну, да, сейчас наставничество, это как институт наставничества очень развит, то есть при поступлении на службу должен кто-то, два поручителя быть, поручиться за данного сотрудника. Да, а сотрудник, когда проходит на стажировку, после этого аттестуется и направляется в центр подготовки, где там полгода проходит. Полгода, а потом все равно... Возвращается, да, в наше подразделение. С ним, ему помогает в любом случае. Как же, за ним закрепляется наставник и ведет его против первоначально. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3174, мы слушаем еще один вопрос от радиослушателя. Алло, здравствуйте. 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 Николай Николаевич, вопрос к вам следующий. Имеет ли право сотрудник ГИБДД в городе остановить транспорт просто так, для того, чтобы просто чисто проверить документы? Спасибо за вопрос. Ну, согласно нашего административного регламента, да, остановка транспортного средства производится в случае нарушения водителем административного правонарушения, когда проводятся профилактические операции. Вот, потом, ну, есть перечень, который полностью там определяет законность остановки. Ну, я так понимаю, что еще вопросы имел в виду... Да, во время проведения спецопераций... Радиослушатель имел в виду, что иногда бывает такое, в правилах, по-моему, написано, что документы могут проверять только на стационарных постах, ну, поскольку у нас в городе... Нет, но я еще раз... Нет, то есть, просто иногда останавливают, и ничего человек не нарушил, но проверяют документы. Страховка есть ли? Ну, я еще раз объяснил же, да, в случае проведения специализированных операций сотрудники имеют право остановить. И потом, если человек ничего не нарушил, да, и если ничего такого противозаконного не совершил, то, в принципе, пять минут потратить и предъявить свои документы, я думаю, ничего страшного в этом не будет. Желаю счастливого пути и... Николай Николаевич, давайте поговорим про тонировку. Многие уже в городе, конечно, избавились от тонировки, потому что это уже обязательное требование было предъявлено давно. Вот какая допустимая норма тонирования стекол автомобиля? Как, чем можно тонировать? И какое наказание сейчас предусматривается, если стекла этой норме не соответствуют? Ну, что я могу сказать по этому вопросу? Допустимый коэффициент пропускания света переднего лобового стекла и передних боковых 70%. Данная линия работы проводит с нами. Выявлено за прошлый год 42032 правонарушения, то есть за тонировку, проще говоря. За что? За это правонарушение предусмотрено, согласно 12.5, там, часть 3, прима 1. Вот. Штраф также при составлении протокола, после составления административного протокола, то есть постановления вынесения, выдается требование о прекращении правонарушения. И в случае повторного нарушения водитель может быть еще привлечен по части 1 ст. 19.3. Это невыполнение законного требования сотрудника полиции. И также еще в случае неустранения причины запрещается эксплуатация данного транспортного средства, то есть со снятием государственных номерных знаков. То есть, получается, значит, если остановили не 70%, то сначала штраф. Да, вносится штраф. Сколько это сейчас штраф? 800? 800 рублей, да. А потом, если уже человек не снимает эту тонировку, как правило, ведь... На месте, если он не устраняет, то у него запрещается его эксплуатация со снятием государственных номерных знаков. Без государственных регистрационных знаков привлекается водитель уже по части 2 ст. 12.2, тоже КООП. И также выдается еще требование на устранение. Ну, вот по Вашей рекомендации, понятно, что, скорее всего, сейчас многие делают пленку, да, то есть она не пропускает. То есть, все-таки лучше заводская тонировка. Или и заводские тонировки тоже бывают не по правилам сделаны. Да, в основном нету такого понятия, что заводская или как... Ну, имеется в виду уже тонированное стекло купить, то есть оно без пленки, а там чем-то, наверное, напыляют, что-то какое-то напыление делают. За счет напыления. Ну, я могу привести аналогию, что редко такие проходят. Все в основном не соответствуют. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3174. Если у Вас появились вопросы, звоните, задавайте. 3174, наш телефон. Николай Николаевич, всегда в последнее время очень много, очень большие очереди, чтобы снять с учета автомобиль или поставить на учет. Такая обстановка у нас сейчас в летний период, как правило, или все-таки круглый год благосостояние наших горожан улучшается, и машин очень много появляется в городе? Ну, я думаю, что Ваша информация неверная насчет огромных очередей. Их просто нету. Ежедневно проводится 60-80 регистрационных действий. Пик количества регистрационных действий приходится на осень и весну. Летом, в период отпусков, количество регистрационных действий неизменно сокращается. Ну, а сказать что-либо об улучшении благосостояния граждан трудно. Ну, стоит только отметить, что за 2012 год было зарегистрировано 7149 транспортных средств. То есть на 10% больше, чем за аналогичный период в 2011 году. Да, значит, все-таки получается, что растет благосостояние, и количество автомобилей в городе тоже растет. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3074, мы слушаем еще один вопрос. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Николай Николаевич, вот хотелось бы услышать, какая улица главная, строительная или Гоголя при пересечениях, или улица Кольцова и Маяковская. Это первый вопрос. И второй вопрос, я не знаю, сможете ли вы отвечать. Вот есть мост у Вичкинзы, там все время стоят гаишники. Вот даже в зимнее время там узкая дорога. Когда вот даже 19-го числа было побито около 8 машин в пределах 9-10 утра, это от Цыгановки до Яковлевки. И как-то было до лампочки, какая дорога, почему бьются машины. Они спокойно здесь всех проверяли, создавая опять этим помеху, и опять же вот прям в них столкновения происходили. Машина с машиной. Спасибо за звонок. По поводу первого вопроса. Я человек новый, вы оставьте свои координаты в студии, я вам отвечу. Потому что я в городе недавно, пока еще так серьезно не ориентируюсь. А что касается по второму вопросу, то я могу пояснить, я так понял, что река Вичкинза – это в сторону Сатиса, которые находятся за зоной нашего обслуживания. Это Дзивеевские районы, я так понимаю. А до моста – это республика Мордовия. То есть получается, что это не наши сотрудники там? Да, не наши сотрудники, это однозначно, поэтому я ничто не могу пояснить по этому вопросу. Друзья, телефон прямого эфира 3-107-4, звоните и задавайте интересующие вас вопросы. 3-107-4, мы сегодня беседуем с начальником отдела ГИБДД города Николаем Мочиловым, телефон 3-107-4. Николай Николаевич, вопрос такой, понятно, что город закрытый, но тем не менее люди сюда приезжают, переезжают на постоянное место жительства, на временное, может быть, место жительства из других городов. Вот если человек поставил машину на учет в другом регионе и приехал сюда на, скажем так, довольно постоянное место жительства, то есть на год, на два, на три, вот надо ли перерегистрировать автомобиль, то есть снимать с учета в том регионе и ставить здесь у нас? Да, в таких случаях надо, если человек прибыл из другого региона и место регистрации собственника сменилось. Да, место регистрации сменилось. Если в пределах субъекта Российской Федерации, то есть в пределах нашего региона, то регистрационное действие по внесению изменения адреса возможно провести в любом регистрационном подразделении данного субъекта. Если человек прибыл на постоянное место жительства из другого субъекта, то ему необходимо обратиться в подразделение по новому месту жительства с заявлением об изменении места регистрации транспортного средства. ГИБДД направит уведомление о необходимости снятия с учета по месту предыдущей регистрации. После подтверждения снятия с учета данное транспортное средство регистрируется по новому месту регистрации собственника автомобиля. Так что ехать и снимать машину с учет по прежнему Место регистрации не обязательно Потому что если за несколько тысяч километров Понятно, что это неудобно Сюда обращаются в наше ГИБДД Наш ГИБДД отправляет запрос И потом уже информирует То есть как-то позвонят, сообщат Что ваше транспортное средство Снято с учета и вы можете приходить Поставить на учет Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4 Если у вас появились вопросы, звоните, задавайте Николай Николаевич Еще такой вопрос Вы уже упоминали, что Прошла комиссия по безопасности дорожного движения И в частности Обсуждался светофор Чапаева-Силкина И кроме этого Очень много вопросов по установке новых Светофоров и знаков обсуждалось Что и где Появится в городе в ближайшее время По данному вопросу Я могу пояснить, что 22 января В администрации Сарова стоялась комиссия По вопросам безопасности дорожного движения На которой обсуждались вопросы Об установке дорожных знаков Стоянка запрещена По нечетным и четным числам месяца На улице Зернова От перекрестка улиц Зернова-Герцена До проезда по улице Юности Расположена против Сибербанка России Также дорожные знаки Планируют установить по улице Курчатова От перекрестка улиц Московская Курчатова до перекрестка Курчатова-Семашка Тоже стоянка запрещена? Да, по чьему-то нечетным На улице Березово и Раменское Будут установлены дорожные знаки Запрещающие установку Стоянку транспортных средств В один из дней недели По времени с 8 до 16 Это все делается для того, чтобы владелец транспортных средств Которые вставляют свои машины На дорогах города на длительный срок Не препятствовали механизированной уборке Уличной дорожной сети Как в весенне-летний период И особенно в зимний период Так и из заброшенных автомашин Проезжая часть дорога сильно сужается И пропускная способность Транспорта уменьшается Как я уже отмечал На перекрестке улиц Силкино-Чапаева Установленного светофора Который будет включен в ближайшее время И по многочисленным просьбам горожан Планируется установить пешеходный переход На перекресток улиц Димитрово и Садовое А впоследствии там уже появится светофорный объект А это примерно где будет ближе уже к перекрестку? Ну, на Димитрово-Садовое Где-то уточнить я сейчас затрудняюсь А по поводу вот этой Очень широко сейчас освещаемой Зеленой волны Ну, вопрос это все обсуждается Все будет, как говорится, просчитываться И уже там какое-то будет решение принято Ну, то есть пока это все в стадии обсуждений И завтра этого ждать не стоит Да, пока нет Дорогие друзья, телефон прямого эфира 307-4 До нас дозвонился еще один наш радиослушатель Алло, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, мы ослушаем Николай Николаевич Вопрос такой Вчера в районе 17.00 вечера В районе АСС На перекрестке Сотрудник ГИБДД остановил Морушевшую правила дорожного движения машину Прямо на самом перекрестке Тем самым перекрыл движение Машин Создал пробку А это был как раз час пик Имел право он это делать Вы уточните, пожалуйста Перекресток вы имеете ввиду Это железнодорожный, да? На самом перекрестке Где АСС около железнодорожного вокзала Николай Николаевич Я понял По этой ситуации Я сейчас пояснить ничто не могу Как он остановил Я записал для себя Оставьте свои координаты И я вам дам ответ На этот вопрос Хорошо До нас дозвонился еще один наш радиослушатель Алло, здравствуйте Алло Алло Да, здравствуйте Мы вас слушаем Мы вас слушаем Здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста У меня такой вопрос В старом чертах города Ну, в частности По улице Дзержинского Проспекта Мира Татуары совмещены С проявленной части Ну, с дорогой И машины Машины стоят там И еще проезжают С большой скоростью Пешеходу некуда деваться Как этот вопрос можно решить Чтобы пешеходу было безопасно ходить По этим тротуарам Честно говоря, я плохо представляю У нас, по-моему, все-таки На проспекте Мира В принципе Остановка запрещена Да, очень на большом Протяжении дороги Протяженность очень большая И на тротуарах Честно говоря Вот Не видела я там Автомобилей Все-таки у нас Покультурнее люди Чем в Москве Ну, по этому вопросу Мы в рамках повседневной проверки Проведем проверку Данных участков дорог И если выявим Какие-то недостатки То обратимся С предложениями На ближайшем заседании Комиссию Для создания Каких-то Безопасных движений Для пешеходов Дорогие друзья Телефон прямого эфира 307-4 Если у вас есть вопросы Звоните, задавайте Николай Николаевич Вот еще такой вопрос Касающийся изменений Загнодательства Может быть Или каких-то правил Вот раньше Водителям в случае ДТП Всегда Необходимо было Обязательно Вызвать инспектора ГИБДД А сейчас Бывает такое Что ДТП не оформляют Потому что сумма ущерба До 25 тысяч По данному вопросу Я могу сказать Что к такой процедуре Прибегает Порядка То есть Каждый четвертый ДТП Оформляется Без сотрудников ГИБДД Но я могу Еще раз напомнить Водителям При каких обстоятельствах Можно оформлять ДТП Самостоятельно Путем заполнения Бланка Извещения ДТП И обращаться Непосредственно В страховую компанию При соблюдении Следующих условий То есть В ДТП Участвовало Не более Двух транспортных средств Это первое Второе У обоих водителей Ответственность Затрахована В соответствии с ОСАГО Дальше Третье Вред причинен Автомобилю То есть Только имуществу И обстоятельства Причинения вреда И перечень Видимых повреждений Транспортных средств Не вызывает Разногласий Между участниками То есть Они решили Что до 25 тысяч Чтобы разногласий В виновности У того Либо Участника И ущерб Должен Составлять до 25 тысяч То есть Если один Из участников ДТП Не согласен Что его Обвинили Предположим Что он был виноват То обязательно нужно В таком случае Вызывают сотрудники ГИБДД Ну а вообще Вот по вашим Рекомендациям Все-таки Всегда лучше Вызывать ГИБДД Да нет Я считаю И Я еще раз Вам сказал Что Одна четвертая Часть Жителей города Сарова Уже прибегает К этой процедуре И наверное Они Правы В какой-то мере Да правы Потому что Это время Это нужно Создать сотрудников Все И это Нас Отвлекает От более Серьезных ДТП Но на самом деле Все-таки Если есть сомнения Лучше Да Таким Случай И еще Вот такой вопрос Предположим Произошло ДТП То есть Стоящую машину Припаркованную Ударили Есть какие-то Повреждения Хозяина найти Нет возможности Вот если человек Оставляет записку Предположим С номером телефона И уезжает Это нарушение Да Это влечет Правонарушение Согласно Административного Кодекса Статья 1227 То есть Часть 1 Или часть 2 Это все будет Зависеть от обстоятельств То есть Это лишение прав В итоге Это часть 2 Да Лишение водительского Но я еще раз говорю Нужно открыть Правила дорожного движения И там все сказано Что такое ДТП И что должен делать Участник Ну просто Сама слышала Такие случаи Что бывает Что человек Выходит Да Машина Битая Но Виновник Вернулся обратно И Хозяин Машины Да Очень рад Но бывает такое Что вот Оставляют записки На самом деле Это можно потом По-любому договориться Или Человек все равно Виноват Что покинул место ДТП Ну в коем-то мере Да Все зависит От конкретной ситуации В общем Нельзя они Что сказать Ну то есть Лучше позвонить Опять же В ГИБДД Да И попытаться Найти хозяина Мы найдем Если он совершил Право нарушения То есть Как говорится Совершил ДТП Наехал Настоящее транспортное средство Он должен вызвать Сотрудников ГИБДД Который Без проблем Установит владельца Поврежденного автомобиля Дорогие друзья Телефон прямого эфира 3174 Вы еще можете успеть Задать интересующий вас вопрос Николай Николаевич Вот сейчас Появилось в городе Несколько видеокамер И насколько Существенную помощь В работе органов ГИБДД Они Оказывают По поводу видеокамер Это Большое подспорье Вот Только Мы разговаривали о том Что Человек Выходит Из дома И видит Что его автомобиль Поврежден Потому что Зачастую Люди Оставляют Место ДТП Скрываются Вот И это нам помогает Установить Тех же Скрывшихся водителей Причастных К тому же Или иному Правонарушению Или спорные Какие-то моменты Потому что Такое тоже бывает На это И видеорегистраторы Тоже помогают Которые помогают нам Или мешают Все-таки больше Да нет Которые помогают И Избегать Вот тех же Конфликтных ситуаций Когда Между водителями И Сотрудниками То есть Спор разрешается Очень быстро То есть Это все-таки Хороший момент И если у кого-то Еще нет видеорегистратора То как раз Наверное Пришло время Им обзавестись Ну я не призываю Но это Большое подспорье Мы слушаем Еще один вопрос От нашего радиослушателя Алло Здравствуйте Алло Алло Здравствуйте Мы вас слушаем Добрый день Вопрос такой У проходной Площадки основная Практически Невозможно Высадить пассажира Без нарушения Правил дорожного движения Стоят в знаке Остановка запрещена Раньше По крайней мере Была табличка Висела снизу Кроме высадки пассажиров Сейчас ее нет И высаживать Пассажиров Негде Так еще раз Поясните пожалуйста У проходной Где Площадки основная Завод Сниев То есть это Где автостанция Проходная Основной площадки И там Раньше был знак А сейчас Позволяющий Высаживать Пассажиров Для высадки пассажиров Меня могут Меня могут За это Дело Штрафовать Для инвалидов Для инвалидов В Российской федерации Привлечено За данные Правонарушения 156 водителей Работа Это продолжается То есть специальные операции Рейды тоже есть Нет В порядке Повседневного надзора Но За данные Правонарушения Статья Предусматривает От 3 до 5 тысяч Да Сумма немаленькая Поэтому лучше все таки Так что я Попытаться найти место Постерег бы Да От этого Ну что ж Дорогие друзья Время прямого эфира Подошло к концу Я напоминаю Что Сегодня В прямом эфире Радио говорит Саров Был начальник отдела ГИБДД города Николай Мочелов Николай Николаевич Большое вам спасибо Ну я хотел бы еще раз Взаимное уважение Это залог безопасности На дорогах Ну что ж Дорогие друзья На этой Оптимистичной ноте Эфир радио Говорит Саров Продолжается С вами была Юлия Ефремова